Здравствуйте, дорогие и глубоко уважаемые коллеги. Про клинику и эпидемиологию вам прекрасно рассказала Светлана Александровна, но хочется на каком вопросе остановиться? На вопросе бессимптомности. Дело в том, что мы лучевые диагносты – это те врачи, которые, к сожалению, очень мало общаются с пациентами. Но когда мы видим и видим довольно часто большую опухоль Вильмса, которая смещает другие внутренние органы, которая деформирует живот, у нас возникают часто вопросы, насколько это все можно было выявить раньше. Ведь с ребенком играют, его купают, подбрасывают и ловят. И он регулярно осматривается педиатрами. И при этом только уже когда опухоль вырастает до больших размеров, она выявляется. Поэтому в зале очень много обучающихся. Хочется сказать, что, дорогие коллеги, вы уже вступили на тропу войны с онкологическими заболеваниями. Давайте, пройдет год-два, вы станете онкологами в стационарах и поликлиниках. Давайте популяризировать нашу специальность и делиться с врачами других специальностей и с народом. Вернемся к нашему докладу. Как правило, пациент, у которого появляются боли в животе, ребенок, у которого появляются боли в животе, или визуализируется опухоль, деформирующая живот, он попадает все-таки не на компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, а попадает или на ультразвуковое исследование, что возникает чаще, или же, если есть какая-то клиника подозрительная на острый живот, ему делается обзорный снимок органов брюшной полости. Если мы сравним эти два методы, более традиционные, УЗИ и рентгенографию, и компьютерную томографию, и магнитно-резонансную томографию, конечно, последние методы, они более информативны. Но что хочется сказать, что когда мы говорим об опухоли на первой и второй стадии, ультразвук выявляет практически ту же самую информацию, что выявляет и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография. КТ и МРТ, в них необходимость возникает, когда речь идет о чем? Когда речь идет о заброшенных лимфатических узлах, ультразвук видит их очень плохо. Когда речь идет о метастазах в легкие, рентгенографическое исследование может не увидеть мелкие метастазы в легких. И когда речь идет о контроле за состоянием пациента после проведенного химиотерапевтического лечения. Дело в том, что при ультразвуковом исследовании очень трудно стандартизировать размеры и самого образования, и метастазов имеющихся. Если мы датчик ставим по-другому, если мы наклоняем датчик по-другому, то размеры уже получаются совершенно другие. Нам порой будет очень трудно говорить о том, что здесь имеется увеличение размеров, отсутствие динамики, или же уменьшение размеров опухолей и метастазов. КТ и МРТ в этом плане гораздо более проще решают задачу, потому что даже если это будет исследование выполнено в другом месте, другой врач будет смотреть. Сопоставив данные исследования первого и последующего, он может четко сказать о том, что размеры увеличились или уменьшились. Рентгенографическое исследование. Видим, как правило, только косвенные признаки. Есть затенение в брюшной полости и смещение петель кишки, которые у нас всегда контрастируются за счет того, что в них газ, смещение их в сторону. То есть косвенные признаки того, что есть какой-то объемный процесс в органах брюшной полости. Это ультразвуковая диагностика. Опухоли могут быть небольших размеров, больших размеров. Они могут быть солидные или кистозные. При издавлении лоханки или мочеточника может возникать расширение чашечного лоханочного комплекса. Что выбрать для дальнейшего обследования пациента? Компьютерную томографию или магнитнорезонансную томографию? Свои плюсы и свои минусы. Как всегда, 5 метров лучевой диагностики только говорит о том, что нет одного идеального. Компьютерная томография делается гораздо быстро. Даже если требуется наркоз для ребенка, он более кратковременный. Но при этом ионизирующие излучения. Достаточно большая доза. А если мы таких исследований делаем много, то самарная доза будет еще больше. Магнитнорезонансная томография. Как правило, занимает более продолжительное время. То есть около 20, 15, 30 минут. Соответственно, если это ребенок, то ему неподвижно пролежать такое продолжительное время проблематично. И если мы говорим о наркозе, то тоже он должен осуществляться на более длительное время. Но при этом нету и, по крайней мере, реонизирующего излучения. Мы про другие вредности не говорим. И гораздо проще оценить, считается, при магнитнорезонансной томографии, вопросы инвазии опухоли в соседние органы. Нету никаких патагомничных признаков опухоли Вильмса, которые бы говорили, что имеющееся образование в почке действительно является опухолью Вильмса. То есть, как правило, всегда у нас идет речь о какой-то дифференциальной диагностике. К счастью, опухоль Вильмса бывает гораздо чаще, чем другие опухоли. И поэтому, как правило, все равно врач видит образование более-менее с характерными признаками, видит, что оно исходит из почки. Он говорит о том, что это, вероятнее всего, опухоль Вильмса. Но, тем не менее, есть и другие, более редкие опухоли, с которыми нам приходится проводить дифференциальную диагностику. Почечноклеточный рак бывает гораздо реже, опять же, чем опухоль Вильмса. Как правило, это более воскулиризованная опухоль. Она, как правило, клинически себя манифестирует намного раньше, чем опухоль Вильмса при более меньших размерах. И чаще возникают, и гораздо быстрее возникают метастазы. Что касается светлоклеточной саркомы, очень может напоминать опухоль Вильмса. Достаточно трудно дифференцировать. Если у нас имеются метастазы в кости при отсутствии метастазов в печени и легких, это какой-то дополнительный признак за то, что это может быть светлоклеточная саркома. Рабдоидная опухоль. Также трудно дифференцировать ее от опухоли Вильмса. Иногда помогает знание того, что есть какие-то еще опухоли в головном мозге, которые бывают при этом типе опухоли. Астроцитомы. Мезобластная нефрома. Также похожа на опухоль Вильмса. Но, как правило, у нее более инфильтративный рост, в отличие от опухоли Вильмса, которая более отграниченная сама по себе. И мезонефральная аденома. Она доброкачественная опухоль, поэтому, как правило, она всегда имеет очень четкие контуры. Плюс еще бывает характерное обозвисление. Что касается опухоли Вильмса. Что касается опухоли Вильмса. Мы видим большое образование, которое, как правило, неоднородные структуры. За счет чего? Неоднородно накапливающее контрастное вещество. За счет зон некроза. За счет участков кровоизлияния. Они более светлые на данных компьютерных томографиях. Более плотные. С относительно четкими контурами, несмотря на то, что она достигает довольно больших размеров. Когда идет вопрос о стадировании опухоли, безусловно, этим занимаются клиницисты, а не лучевые диагносты. Потому что врач, когда, допустим, лучевой врач-рентгенолог или компьютерная томография, или магнитолизация томографии, выполняет, предположим, исследование МРТ живота, он оценивает только те органы, которые в данном случае попали в зону сканирования. Но он при этом ничего не знает о метастазах легкие. Поэтому, соответственно, это уже будет совершенно другая стадия. Как я понимаю, что у нас все-таки два типа стадирования при опухоли Вильмса. Первое – это стандартное ТНМ-стадирование. Второе – клиникопатологическое стадирование, в котором выделяют пять стадий. Первая стадия – это опухоль не распространяется за пределы капсулы. Вторая стадия – опухоль распространяется за пределы капсулы. Насколько я понимаю, что тромбы венозные, имеющиеся при этом, они тоже относятся ко второй стадии. Третья стадия – это когда у нас уже появляется перитониальное распространение, когда появляется поражение лимфатических узлов. Четвертая стадия – имеющиеся отдаленные гематогенные метастазы. Печень легкие. И пятая стадия – поражение двух почек. Оцениваем размеры опухоли. Совершенно разные бывают. До 6 тысяч кубических сантиметров, насколько я помню, описано было в литературе. Чем больше объем опухоли, тем больше вероятность разрыва. Считается, что критерий возможного разрыва опухоли – это объем ее более тысячи кубических сантиметров. Что касается локального распространения. Хочется сказать, что достаточно проблематично сказать о том, распространяется ли опухоль за пределы своей капсулы и есть ли инвазия в соседние органы. Гораздо проще нам исключить эту инвазию, когда мы видим прослойку жировую между органом и между опухолью, мы говорим о том, что в данном случае инвазии нет. Лишним признаком того, что есть инвазия, является ободок вокруг опухоли гиподенсный, с нечеткими неровными контурами, тоненький, как правило. Это признак того, что все-таки какие-то есть данные, свидетельствующие о том, что есть инвазия в этот орган. Но мы тут опять вступаем в предположение. То есть мы можем… Любимое, наверное, все-таки слово у лучевых диагностов – это вероятно, а любимый знак припинания – это вопросительный знак. У нас есть косвенные признаки. Мы говорим, что, наверное, здесь инвазия есть, но, естественно, это все с оговоркой, и это не стопроцентный результат. Возможно, что на операцию вы эту инвазию не найдете. Вот здесь мы говорим о том, что инвазии нет. Между печенью и смещенной опухолью, и между опухолью везде прослуживается тоненькая черненькая прослойка жировой ткани. В данной ситуации опухоль, вокруг нее есть такая зона гиподенсная, как раз с нечеткими неровными контурами. Это лишний повод задуматься о том, что здесь все-таки есть инвазия опухоли в печень. Прорастание мочиточника бывает крайне редко при опухоли Вильмса, и лучше все-таки оно визуализируется по данному резонанса томографии, а не по данному компьютерной томографии или ультразвукового метода. Венозная инвазия. Надо обязательно установить уровень расположения тромба, то есть откуда он идет от опухоли и докуда он доходит. Часто бывает, что и доходит до права предсердия. Мы это обязательно указываем. Дальше, как правило, тромб в вене чем сопровождается? После внутривенного контрастирования мы видим дефект контрастирования. Мы все смотрим изображение, как правило, в негативном варианте, если мы говорим о КТ. И мы видим черную зону дефекта контрастирования. Как правило, расширение вены происходит, в которой располагается опухолевый тромб. Вот здесь опухолевый тромб доходит до права предсердия. Здесь опухоль прилежит к нижней полу в вене, и в ней имеются тромботические массы. Опять возникает вопрос, что ли эта опухоль проросла в вену, что, наверное, менее вероятно, или же это тромб в вене. Чаще всего мы видим тромб, который тянется от самой опухоли до своего верхнего уровня, но имеется сообщение о том, что есть какие-то более изолированные пристеночные тромбы в венах. При этом мы, допустим, видим тромб в нижней половине, но не видим тромб в почечной вене. Увеличение лимфатических узлов далеко не достоверны критерии, но часто все-таки это один из немногих критерий, на которые мы можем полагаться. Мы видим увеличенные лимфатические узлы, мы думаем о том, что есть их метастатическое поражение. Тем не менее, надо оценивать еще и восклиризацию данных лимфатических узлов и плотность данных лимфатических узлов. Как правило, данный лимфатический узел увеличенный, но при этом он очень плотный, он хорошо накапливает контраст. Это не очень характерно для метастазов опухолевильмца в лимфатические узлы. Как правило, все-таки узлы тоже пониженной плотности, не очень хорошо копят контраст, иногда неоднородно копят контраст. Это больше критерий за то, что именно данные увеличенные лимфатические узлы с метастазами. Если мы говорим об ультразвуковой диагностике, это один, наверное, из тех методов лучевой диагностики, который лучше всего видит поражение лимфатических узлов метастазами, но когда речь идет о периферических, о поверхностно-расположенных лимфатических узлах. Что касается забрюшинных, глубоких лимфатических узлов, к сожалению, все далеко не так идеально при ультразвуковом исследовании. Перитониальное распространение. Обязательно надо оценивать. Как правило, признаками разрыва опухоли является жидкость в брюшной полости. И иногда мы видим импланты, располагающиеся по брюшине. Отдаленные метастазы, как правило, это печень и легкие, крайне реже кости. Метастазы в печень. Даже на мягкотканном окне, вот здесь в данном случае, видны большие метастазы в легкие. Обязательно надо смотреть контрлатеральную почку. Во-первых, потому что, хоть не очень часто, но бывают и варианты двухсторонних опухолей Вильмса. А второе, из-за того, что мы должны оценивать, что мы видим, опухоль Вильмса или мы видим нефробластоматоз. Что нам говорит за то, что это опухоль Вильмса? За это говорит неоднородность структуры ее. Как правило, все равно опухоль Вильмса, она редко имеет при компьютерной томографии или при МРТ однородную структуру. Все равно там будут некрозы, все равно там будут какие-то участки кровоизлияния, реже обозвесление. Как правило, для нефробластоматоза характерны, они такие же гиподенсные на фоне паренхимы печени, но, как правило, они имеют более однородную структуру. Вот здесь вариант диффузного нефробластоматоза. В основном нефробластоматоз, нефрогенные остатки, они располагаются перилобулярно, в периферических отделах почки. И здесь, в данном случае, вся почка изменена, центральная область ее остается немножко неизменной, а все по периферии представлено остатками нефрогенными, нефробластоматозом. Вот еще варианты нефробластоматоза. Более однородная структура образования, чем опухоли Вильмса. Вариант компьютерной томограммы и контроль после химиотерапевтического лечения. Нефробластоматоз не всегда выявляется по данным ультразвукового исследования. Иногда все-таки нужно дообследование или компьютерной томографии, или магнитно-резонансная томография. Они гораздо четче и гораздо чаще выявляют нефробластоматоз. Примерный вариант алгоритма лучевой диагностики при выявлении опухоли. Если мы будем говорить о перспективах, то, как вариант, это диффузионная МРТ всего тела. В данном случае мы видим и опухоль, и забрюшенные лимфатические узлы, и ее отдаленные метастазы. Крупные метастазы в легких и метастазы в печени. Крупные метастазы в костях. Но тут вопрос возникает о мелких метастазах легких. Как правило, диффузия не позволяет их даже визуализировать. Другой вариант – совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография. Опухоль Вильмса довольно неплохо копит 18-стор-дизоксиглюкозу. И также хорошо накапливает радиофармпрепарат и ее метастазы. Печень. Метастаз виден, правда, и при компьютерной томографии. Но также он хорошо накапливает радиофармпрепарат. Вариант химиотерапевтического лечения. Здесь метастазы уменьшились с 4 см до 1,5 см. Они видны при компьютерной томографии, видны при магнитной резонансе томографии, но не накапливают радиофармпрепарат при радионуклидной диагностике, при позитронно-эмиссионной томографии. То есть все-таки можно использовать этот метод также для контроля химиотерапевтического лечения. Но, опять же, возникают проблемы. Мелкие метастазы в легких, как правило, меньше 8-7-5 мм, они не накапливают 18-стор-дизоксиглюкозы. Тут единственное у нас помогает, что это совмещенный метод. Здесь есть ИКТ и ПЭТ. И мы такие все-таки очаги видим при компьютерной томографии. И можем их дальше проконтролировать и определиться, что же это метастазы или это какие-то очаги, имеющие доброкачественную природу. Но проблема ПЭТ-КТ – большая дозовая нагрузка. Хотя, если мы говорим о компьютерной томографии, то тоже дозовая нагрузка немаленькая на ребенка. Спасибо за внимание. Большое спасибо за интересное сообщение, Олег Николаевич. Есть у кого-нибудь вопросы? У меня есть вопрос. Не могли бы уточнить, какие дифференциально-диагностические критерии позволяют вам высказаться с большей степенью вероятности, что опухоль именно локализуется в почке, а не экстраронально? Как правило, не изменена паранифральная клетчатка. Как правило, если мы говорим все-таки о том, что это такое, это опухоль в почке или это опухоль, допустим, в соседнем органе, в напочнике, то у нас есть такой симптом, называется образный симптом клюва. То есть мы видим опухоль, от которой идут клювовидные такие перетяжки, окружающие опухоль. Иногда они там не доходят до ее края, но, как правило, они всегда начинаются от ее где-то центрального положения. Это косвенный признак того, что это все-таки опухоль исходит из почки, а не из надпочечника или какого-то другого соседнего органа. Но не всегда, как всегда, вероятный знак вопроса. Остаются какие-то моменты, которые мы не можем методом лучевой диагностики решать. Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда еще небольшой вопрос по поводу нефробластоматоза. Это состояние, на фоне которого развивается опухоль в Вильмсе часто. Какие критерии позволяют вам в динамике говорить о том, что это уже не остаток, а уже опухоль? Есть такие критерии? Неоднородные структуры. Когда появляются гиподенсные зоны, не накапливающие контраст, зоны некроза, когда появляются более на нативном исследовании зоны более высокой плотности, говорящие о том, что это кровоизлияние, все-таки, наверное, это косвенный критерий того, что это все-таки опухоль Вильмса. Размер не является критерием таким? Размер, наверное, не является критерием, когда мы не говорим о динамическом наблюдении. Если мы смотрим за этим образованием динамики, оно выросло, это критерий того, что это идет его перерождение в опухолю Вильмса. А так опухоль Вильмса тоже может располагаться в пределах капсулы почки и быть небольшого размера. Двусторонность, двусторонность, еще тоже лишний козырь за то, что это нефробластоматоз. Продолжение следует...